Всем привет, с вами я Данила Громов и KD104EK И в прошлом видеоролике случилась следующая ситуация Многие ребята высказались на этот счет Некоторые участники этой ситуации даже извинились Так что в принципе уже неплохо Но если бы это все было так легко, то не было бы наверное этого видеоролика Потому что сегодня я хочу рассказать с чем я сталкивался за период пульса Маленький период, не больше года Но с чем я столкнулся, это какой-то ужас Когда я собирал команду, я хотел оживить футбол в городе Кинишма Мне хотелось и вам это показать, и для города сделать что-то интересное В принципе я считаю, что я справился с двумя этими задачами Потому что в городе многие теперь знают об этой команде И при этом на ютубе также можно в комментариях даже иногда посмотреть Как ребята поддерживают пульс Но в городе Кинишма есть достаточно много хейтеров В мою сторону и в сторону пульса Самый большой вопрос для меня Что я такого сделал, чтобы меня хейтили? Причем оскорбления идут не в тему Нету такого, что ты просто снимаешь вот так вот и не очень хорошо Нет, просто оскорбляют вообще без какой-либо привязки Мне многие говорят, да, не это зависть Не реагирую на это вообще никаким образом Я бы не реагировал Если бы это опять же не касалось моих близких В прошлый раз это единственный случай, к сожалению Когда мы смогли зафиксировать, что меня оскорбляют Но такое было не один раз Неоднократно сталкивался с ситуациями Когда мы начинаем матч А ребята на трибунах Вот мы просто, я бегаю рядом Потому что у меня организация Мне нужно матч снять Мне нужно всем сказать, какие у них роли Чтобы, если что, пришли сразу же на помощь Я пока бегаю Меня просто ребята посылают Взрослые ребята Я понимаю, что с воспитанием у них, видимо, большие проблемы Но это не отменяет того, что на стадионе находятся мои родители Моя семья в плане Диана, Владос У Дианы мамы ходят на наши матчи А ребята, которым уже по лет 20 Просто впустую меня оскорбляют Если говорить честно, то мне на вас пофиг Но мне не нравится ситуация Когда моих родственников, родных Это задевает Да мне кажется, это всем бы не понравилось Просто, ну, ваши родственники, видимо, не смогли вас воспитать нормально И вы, как аморальные люди Просто готовы все, что угодно сделать плохое в этом городе Чтобы показать, какие мы крутые Но крутость, к сожалению, наверное, для вас заключается не в этом Не уделюсь, если у вас просто проблемы в семье Потому что, ну, если вас не смогли воспитать И вас воспитала улица То в этом ничего хорошего я не вижу Но ситуация с оскорблениями перешла уже дальше стадиона Мы просто гуляем с Дианой Ребята, толпа бегает И посылают меня куда подальше Ну, я... Не знаю На первых эмоциях, конечно, хочется все, что угодно сделать Хочется, блин, вмазать Я не знаю Ну, блин, понятно, что никому не понравится Когда тебя с пустого места просто так оскорбляют Ну, а если бы я что-то сделал То меня бы вывели из ситуации И этого добивались ребята Соответственно, сдерживать свою планку Вот как-то и ничего не сделать И вроде бы не просто так оставить ситуацию Очень тяжело И даже в этом случае я бы, наверное, не делал данный видеоролик Потому что с оскорблениями сталкивается любой блогер Особенно если его аудитория становится все больше и больше В один момент некоторым моим друзьям начали в личку писать с левых аккаунтов И со словами, что готовы меня убить Весело, наверное, могло бы быть, если бы это была шутка Но, знаете, не смешно Вот как-то так И опять же, я, конечно, это все мог выдумать Но вот они, факты И там пишется про футбол Про наши матчи И вот как-то Я не знаю Честно, когда видишь такое Очень страшно Начинаешь переживать Ладно за себя Себя, мне кажется, никогда не жалко Но вот Близких Не знаю Я за них очень переживаю В личку мне также много пишут Оскорбления Именно кинишемцы Что я вам сделал? Я не понимаю Ладно бы из других городов Я не знаю Кинишемцы Выточу Я не понимаю Что я мог сделать В городе Киншма Такого плохого Что на меня нужно Настолько сильных 10 Теперь по улице Приходится ходить с баллончиками Чтобы на всякий случай Засхищаться У меня даже 10 тысяч подписчиков нет Но Предохраняться Не в том плане Которого вы могли подумать Приходится Хотя, наверное Предохраняться везде нужно Но у всего этого Есть и обратная сторона Которую нельзя просто так упустить Хейта в течение данного года Было много Но Сколько положительных эмоций От ребят В реальной жизни Я получил Это просто какой-то космос Были ситуации Когда мы с ребятами Просто пришли попинать мяч И там целая команда Бежит ко мне Чтобы со мной сфоткаться Были матчи На которые мы приезжали А нас уже ждали Чтобы со мной сфоткаться Мы по улице С Дианой Могли ходить У нас был случай Этим летом Когда мы Три дня Выходили вечером погулять И три дня Со мной фоткались Минимум один раз Было один раз Что три раза за одну прогулку Сфоткались В определенный момент Уже было страшно По городу ходить Потому что все на тебя смотрят Ты такой думаешь Либо ты сам себе это придумываешь Либо они серьезно тебя знают И поэтому смотрят на тебя Ну и в конце Хотелось еще одну Нотку затронуть В том что я хотел сделать Что-то крутое для Кинишем И я считаю Что частично у меня Это получилось сделать Но почти в каждой команде Есть ребята Которые меня за что-то ненавидят За что я не знаю И мне честно говоря Пофиг Ненавидьте Хоть дизлайки ставьте А то я буду наверное Переживать ведь из-за этого Больше всего меня поразило То что Пульс Стал востребован Не на только Кинишемской земле Но нас приглашали На матчи По всей Ивановской области Нас приглашали Сыграть в Иваново Не один раз Причем не одна команда И не две команды Некоторые команды Готовы были приехать К нам в город Из Иваново Готовы были к нам Приехать целые команды Чтоб сыграть с нами матч Была команда Из Вичуги Которая так же В ней писала Говорили что Давайте хотя бы Вместе потренируемся Будет неплохо Возможно получится Был вариант Сыграть на двух турнирах В различных районах Я честно не помню Там уже просто Так скажем День села был В двух районах И нас приглашали Тоже туда поиграть Наверное был бы Офигенный контент Сыграть Футбольный матч На День села Но к сожалению Организовать все это Было очень тяжело Потому что у меня нет Как такового Костяка команды У меня нет Больших денежных средств Мои видеоролики Набирают 200-300 просмотров Сейчас Ужас Я не знаю Зачем я сейчас снимаю Это все Но при всем при этом Хочется сказать вам Большое спасибо За вашу поддержку И Если бы не вы То пульс давным-давно Уже закрылся Ну а закроется он Или нет Это уже Другая история Продолжение следует...